итак дорогие мои друзья это мой дебют так что прошу не судить меня строго сразу очень много я пересказывал дорабатывал различных историй озвучивал подбирал видеоряд к ним и конечно это были истории близкие мне по духу и те о которых я слышал с детства это легенды и мифы народов севера истории геологов речников авиаторов водителей монтёров связи и лэпа всех их объединяло одно очень тяжелые условия жизни тут на крайнем севере и всегда когда я прибавлял оборотов для какого-либо рассказа я ловил себя на мысли что в такой ситуации я тоже был поэтому смело добавлял строки пробыт или ощущение в той или иной ситуации совсем недавно я посмотрел большое интервью юрия дудя сергеем орловым он даже съездил туда в депутатский сергей рассказывал историю как его поселок остался без света и тепла в далекие девяностые а на дворе тогда стоял минус 51 градус по моему да это очень печально и мы прямо весь крайний север об этой истории слышали только вот эта история она как бы тогда была везде верно по всему северу и все мы это пережили на своей шкуре и все знаем каково это и более того отключают свет и тепло тут и по сей день в лютые холода и надолго связи с авариями и внеплановыми ремонтами просто тогда история депутатского оказалось ярче других я слушал орлова и события буквально прошлой зимы вставали перед моими глазами сегодня мы с вами перенесемся в мое детство я вам расскажу историю впечатление от которой я не забуду никогда в своей жизни мой отец петр андреевич тут в республике якутия был бесспорным талантом только он единственный из всех в индустрии кабельного хозяйства мог дать двадцатилетнюю гарантию на любую кабельную муфту которую он спаял неважно дождь это был или мороз в минус пятьдесят и ниже закопана она была на три метра или висела на 40 если где-то было повреждение либо ремонт либо прокладка новой магистрали с ним сначала договаривались затем мы создавали ему все условия и он улетал на самолете вертолете или машиной в зависимости от удаления места спайки этой муфты от поселка нюрба которому жили какие ему условия создавались неважно это было там в тайге где-то там скалах либо прямо в самом городе кабель откапывали или наоборот спускали с опоры сооружали домик или палатку с печкой в которую он входил садился на маленький раскладной стульчик и принимался за работу любой кабель любой сложности от 10 до 200 пар и выше был аккуратно и надежно спаян оловом залит в эпоксидную смолу поверх пластиковая муфта она тоже паялась потом много слоев черной тряпичной изоленты и потом бронирование несмотря на сложность процесса это всегда был только один подход иногда занимавший более полудня все зависело от сложности повреждения наверное как у настоящего хирурга но мне так казалось на тот момент скажу еще одно батя частенько брал меня с собой это было просто улет на прямом и переносном смысле большинство его поездок это конечно была тайга долго летишь потом едешь потом просека один или пара вагончиков трактор крас урал или шишига сани с кабелями опоры крюки кабалка все как положено бригады вот ребята в основном были это белорусы молдаване или украинцы очень много общения вкусная еда смех постоянно какие-то разные приколы шуточки потрясающие виды и нереальная тогда просто нереальная рыбалка истории ребята рассказывали такие что просто закачаешься допустим как просека которую они вырубали прям в глухой тайге уперлась в деревне открытое захоронение очень высоких людей гробы были прямо наружу эта площадка была прямо в лесу в глухой тайге без всяких разнообразных там подходов или дорог это конечно очень интригующее но я об этом вам расскажу наверное в другой раз если попросите конечно же иногда мы прилетали в другие поселки как вот велюсь к например наш соседний поселок а иногда это правда было очень редко отец брал меня на объекты или рудники маленькие закрытые поселки и я так полагаю что муфты которую он паял были предназначены для связи с кгб ну или что-то в этом роде и так в тот день стояла невероятная жара это был июль мне было по моему около 13 лет у нас был большой двор и свое хозяйство куры козы кролики в те года невозможно было себе представить даже что ты спокойно придешь в магазин и купишь ячейку яиц и пакет молока а если бы кто-то сказал мне что я буду покупать воду в бутылках ой да но это не о том речь конечно же короче я был по хозяйству и на каникулах навоз сена комбикорм вода все животные должны быть чистыми и довольными еще была такая задача на все лето переложить или отодвинуть поленицу дров во дворе задача была такая минимум но я решил с ней покончить сразу чтобы не оттягивать удовольствие на долгий срок но и отец естественно в этой штуке мне должен был помогать образно говоря когда папа появился в калитке с работы раньше обычного я скидывал последнюю полено поленицу он очень обрадовался вот именно этому факту и сказал что если у меня есть желание полетать на вертолете я должен через три минуты быть в таежной энцефалитки с шапкой в кирзачах через полминуты перед ним но вы понимаете да что времени то он не дал вечность мне хватило бы нескольких секунд эта форма одежды у нас была принята на водно-моторные путешествия тогда даже в самую жару ночью в лодке на ходу было довольно таки прохладно вообще это все путешествие было довольно таки увлекательно нас ждал прямой заказной рейс с муссовского вертолета строительно-монтажный участок номер восемь сму-8 до развала в 90-е был очень перспективным местом для работы вот чуть позже когда я отучился я туда устроился прямо перед тем как все рухнуло работал год всего и к сожалению все развалилось это все предприятие ну да ладно пусть лэповский участок где работали лэповцы был в хандыге и летели мы с дозаправкой в вилюйске мои знания этих населенных пунктах тогда ограничивались только аэропортами сейчас это прозвучит очень странно но в те времена летать по северу да и вообще по союзу было дешево регулярно с нюрбы в москву простые мужики летали за шампанским к новому году за мандаринами если не могли найти машину допустим на рыбалку то просто подходили в аэропорт с просьбой их на антошкину в таком кукурузнике они улетали на реку рыбачить вот такие были времена так вот в хандыге мы пересели на более маленький вертолет и уже через полчаса в иллюминаторе появились изумительные виды хребты гор на которых в такую невероятно жаркую погоду виднелись белоснежные островки снега были просто изумительны я воткнулся в иллюминатор и весь полет разглядывал и изучал это великолепие говорить было невозможно движки заглушали все но отец с встретившим его мужиком в хандыге на вертолетке весь полет что-то обсуждали мы начали приземление и один из наших спутников жестом пригласил меня в кабину вертолета ущелье куда мы собирались втиснуться нависала на нас торчащими скалами приземлиться туда можно было лишь по одной траектории и вылететь оттуда надо было тоже также по той самой траектории то есть задом ну профессионализм пилота конечно в тот момент был просто на высоте ну я так считаю впечатление было такое что мы просто чертили лопастями по скале но ближе посадочной полосе скалы мы словно расширились и мы приземлились на дно ущелья именно в нем располагалась золотодобывающая партия четыре домика барака непонятная мне старая ржавая техника по виду чем-то напоминающие скелеты динозавров юрского периода и несколько входов в скалу ни травы ни деревьев вокруг все так жидко какая-то такая гнетущая атмосфера а центральный вход такой был более-менее такой шикарный старинный древний очень интересный отец и скорее всего начальник этой партии вышли из вертолета первыми так и не прекратив что-то обсуждать и когда винты остановились чуть не прикоснувшись краям ущелья отец нашел мне глазами и всем представим что это его сын олесь так далее наказал мне слушаться и не теряться и они удалились в сторону вот этих бараков ко мне моментально приставили человека ответственного после того как гул от двигателей лопастей в ушах прошел я услышал шум ветра по ущелью свистящий такой несмотря на сильную жару в хандыги вот на вертолетке была ужасная жара здесь было довольно таки прохладно накинув старинные домики ржавые железки и технику я встретился взглядом с моим личным экскурсоводом звали его лёня худощавый парень жидкой бородкой и усами родом из одессы сам живет в киеве и тут в этом ущелье работает уже четвертый год и копит на дом у черного моря все это построено или при ленине или при сталине но многое здесь даже с царских времен бодро выпалил лёня все что ты здесь видишь он кнул на домике это так просто начало все самое интересное внутри этой горы и на самом деле основной вход в гору был очень впечатляющим огромный как для железнодорожного состава усилен чугунными сводами мы прошли к домику выбирая любую телогрейку и каску с фонариком которая заряжена там холодно и пойдем все покажу один из домиков был просто раздевалкой и так мы спешным шагом направлялись жерло шахты она не была классической то есть вниз какой-то там лифт а просто горизонтально уходила в гору как пещера уровень дна ущелья строго соблюдался буквально через десять шагов стало холодно как зимой на стенах шахты начали проблескивать кристаллы льда здесь очень много дорог и разветвлений не потеряйся эта пещера насчитывает не один десяток километров но мы с тобой далеко не пойдем включая фонарь на каске щелчок и словно искры кристаллы льда на стенах пещеры разбили свет фонарика на миллиард составляющих мы с тобой идем в музей вся техника которая тут уже не справляется или устаревает сгоняется в тупиковые ветви шахты и тут есть много чего интересного мы протопали еще метров 300 и свернули в другой коридор свод этой пещеры сверху был надломлен не хватало огромного куска стены выглядели неаккуратно даже мне было видно невооруженным взглядом что выдавливали ее вручную а не машинным способом выглядело все очень страшно перед нами открывался вид внутренности огромного ангара брошенной техники очень старый и древний большинство из нее было советской но попадались и импортные образцы некоторые самоходки были на пару некоторые на нефти глянь вниз посмотри мы заглянули под старинный трактор и тут я еще больше удивился у трактора от гнил и отвалился поддон а масло то ли замерзшие то ли завулканизированное оставалось висеть сохраняя форму поддона держась за кардан пойдем дальше смотри чистый англичанин перед нами стоял паровой локомобиль ажурный на топке и кривошипно-шатунном механизме рельефные надписи по-английски очень много латунных деталей ручек и всяких барашков он тут электрику вырабатывал буквально лет 20 назад его сюда вон тем трактором приволокли он тоже тут стоит уже в негодности мы плавно переходили еще к одному коридору пещеры слушай лень сколько тут градусов по в районе 40 где-то и правда кожу жгет уже по зимнему прямо здесь всегда такая температура летом шахта и не прогревается даже на 100 метров зимой греемся тут когда на улице минус 70 тут по-прежнему те же минус 40 вот кстати поэтому они тут и стоят кто спросил я и вслед за лучом фонарика передо мной открылась зловещая картина в очередном коридоре скрестив руки на груди стояли прислонившись к стенам и друг другу по меньшей мере около 80 человек они были покрыты теми же кристаллами льда что и на стенах лёня привык наверное к ним и ждал от меня какой-то реакции но я оцепенел от ужаса все были абсолютно по-разному одеты лица закрытыми глазами было похоже что они спали ужаснее картины я не видел мы никого из них не знаем забирают с этой партии погибших по крайней мере уже более 30 лет эти ребята тут по моему с открытия этой шахты за ними никто никогда уже не приедет а почему они стоят выдавил я из себя ну помирает человек его кладут на доски и замораживают хранить тут сам видишь негде поковыряйка тут попробуй скалу оставят тут до сих пор по традиции но не ложить же их друг на друга или рядом так они вообще всю шахту займут вот и ставят лёня показывал еще технику объяснял рассказывал но к сожалению я его уже на тот момент не слушал просто очень сильно хотелось выбраться из этого склепа поскорее сейчас мы уже сорок отца к сожалению давным давно нет буквально лет пять назад я наводил справки про ту самую шахту совсем случайно встретил пилота который нас с отцом туда увозил и привозил так вот нет той партии дома сожгли а шахта была завалена взрывом у входа наверное все-таки редкие охотники в тех горах знают где она находится возможно где-то рядом охотятся а те парни получается так там и стоят ждут пока их кто-то заберет и упокоит их души вот такая вот история дорогие друзья про крайний север ну пишите в комментариях поздравляйте с дебютом я конечно никогда этих пацанов не забуду до скорых встреч увидимся никогда не болейте до свидания